Декабрь – традиционное время для забоев в большинстве хозяйств. Оленеводы отправляют часть стада для заготовки мяса. Впрочем, для сельхозкооператива «Заполярье» многовековая история традиционного хозяйства кочевников подходит к концу. На последний забой в Нижнюю пёшу отправилась и наша съёмочная группа. Наталья Дуркина продолжит тему. Оленеводами не становятся, ими рождаются. Искусство разведения и ухода за животными передаётся из поколения в поколение. Традиционно с малых лет детей берут на забой, обучают ремеслу. Однако передать знания своим потомкам кочевники Заполярье не смогут. В бригаду раньше мы ходили все с родителями, родители и семьями. Вот поэтому все и работали, проблем не было. Но девушки, как все известно, все разъехались, остались одни ребята. Девушки ищут лёгкой жизни, уезжают из города. Всё, ребята у нас никто не женатые, всё. Родители состарились, выехали в деревню. Кому-то 90 почти, кому-то 80, кому-то 80 лет. А у кого-то родителей уже нет. Вот, и пришли к логическому разрешению. Всё. Работать больше некому ребятам уже под 60 лет. Тяжёлые рабочие условия ставят под угрозу здоровье оленеводов. Проблемы с сердцем и коленями здесь у каждого второго. Я сам на забойном пункте работал больше 20 лет. Это очень тяжёлый труд. И сейчас, в данный момент, очень трудно найти специалистов, которые знали вот это дело на забойном пункте. И многие уже пенсионеры. Возрастные больше 50 лет, под 60. Вот тут один есть у нас. 64 года приглашаю уже. А молодые, они просто не идут на работу. Зарплата хорошая на забойном пункте. У оленеводов нет выходных и праздников. Работа идёт круглый год. Перед забоем поздней осенью всех животных сгоняют в специальные загоны для подсчёта о маркировке молодняка и ветеринарных обработок. Тут и летом, и зимой, и осенью, и весной всё на улице дежуришь. Бывает, что у нас на камню осенью дежурят по 10 суток, по 15 суток ребята дежурят. Это никуда не находя, всё время на улице. Очень тяжёлая и трудная работа, поэтому никто и не идёт. Своих детей нету. Никто не женился. Всё, холостые все. А кто хочет сейчас из деревни уехать в тундру работать? Да никто. Так как работать из года в год становится тяжелее, оленеводческая бригада ещё в прошлом году решила продать поголовье либо пустить стадо на забой. Да, это у нас последний забой. В прошлом году у нас было общее собрание. С этим предложением, чтобы прекращать оленеводство, подошли сами оленеводы, решили, подошли ко мне. Мы с этим предложением подошли Михаилу Лениневичу, нашему бывшему председателю, депутату Госдумы. И всё, потом вынесли на общее собрание. Общее собрание приняло решение. Оленеводство мы завязываем. Мы были не против, если у нас кто-нибудь купил их. Но покупать никто не хочет. Всем надо даром. Желающих купить стадо не оказалось. В итоге было принято решение пустить оленей под нож. К этой процедуре оленеводы готовились уже с начала 2021 года. Однако пришлось остановить процесс из-за ажиотажа в социальных сетях. Не до конца достоверная история вышла на просторы интернета, чем вызвало широкий отклик в сердцах людей. Посыпались негативные комментарии. И читал тоже в интернете, пишут бывшие, особенно женщины, девушки, которые дети оленеводов. Такую фигню бежит. Так что ж вы, дорогие, сбежали-то? Бросили оленеводство, если вы так оленев очень любите. Надо было остаться. И сейчас бы оленеводство существовало. А сбежали за лёгкой жизнью в город. А теперь пишут, о, это вот такие наши олежки. Какие ваши олежки? Вы их предали давно. Позже к обсуждению подключились общественники и депутаты. Полемика в социальных сетях перешла в более серьёзную плоскость. Совещание по этому вопросу собрал глава региона Юрий Бездудный. Вмешался губернатор, провёл оперативное совещание, по результатам которого мы вернулись к тому, что предлагали изначально. То есть весной, летом мы проводили совещание с оленеводческими хозяйствами. Канин, Восход. С Индигой не говорили, но сейчас Индига уже инициативно высказалась. И из общины Ямту оленевод инициативно пожелали выкупить часть стада. Мы предлагали это сделать ещё весной. Получить грант Агростартап. То есть федеральные деньги, 2 миллиона рублей готовы были дать для того, чтобы часть стада выкупили. Но тогда почему-то заинтересованных не нашлось. Часть стада будет выкуплена сельхозкооперативом Канин. Впрочем, пастбища пустовать не будут. Оленеводческая деятельность на этих территориях продолжится. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север, Нижняя Пёша.